Повторим с вами золотые стихи Библии. Первое. Кто будет рассказать? Иоанна 3,16. Самый главный стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Семя Своего Гория Единородного, ибо и всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Первое Тимофея 3,16. Учили, нет? Учили с Надеждой Васильевной. Мы так давно не повторяли. «И воистину великого благочестия тайны Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себе ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе». Эфесянам 6,1. Кто может исполнить? «Дети, повинуйтесь родителям своим, ибо на ту волю Божьем». «Дети, повинуйтесь родителям своим, Господи, ибо сего требует справедливость». «Заповеди милосердия». «Какие у нас?» «Кто может сказать?» «Основная, да?» «Да, истите в тюрьме, накормите, дайте там одежду, принять». «Своими словами как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, да?» «Вон на стенке у нас написано». «Да, это Луки, Евангелие, 6 глава, 31 стих». «Может быть, мы песню какую-нибудь споем, Господи, чтобы маленечко поднять дух наш?» «Ребята, сместитесь немножко левее, чтобы вам там это…» «Давайте, какая вам больше всего на Рождество песня понравилась сегодня? Последний день, святок?» «Пастухи». «Пастухи понравились?» «Лаквы?» «Да, там не лаквы еще». «Какой, так, дружненько начинаем? Кто запевает? Лиля, начинай какую-нибудь песню. «Рождество, сколько купили?» «Давайте в ночном саду». «Так, все, все, начнем. «В ночном саду прозрачно и светло, Стоит наш мирный дом, Проходит ангел белое крыло, Мелькает за окном. В пещере осли кушает овес, И в снят бежит Христос. А сленок носом тянется к нему, Звезда глядит во тьму. Мария держит сына на руках, И осень греет чай. Вот ангел мир, Сказала пастуха, Сейчас придут встречай. В пещере осли кушает овес, И в снят бежит Христос. А сленок носом тянется к нему, Звезда глядит во тьму. Волклы дары свои ему несут, За ними важно как след. Вернут деды на ноги ей иду, Звезда им дарит свет. В пещере осли кушает овес, И в снят бежит Христос. А сленок носом тянется к нему, Звезда глядит во тьму. Какой у нас сегодня день? Кто может рассказать? Бывали. Это крещение. А сегодня что? Сочинение крещенское. Сейчас мы прочитаем про крещение. Тут что-то новое. Это мы читали. Мы сами дома читали, А здесь мы не читали. Как пришел, Иисус крестится. У них там тепло, хорошо, конечно, Наверное, в Израиле. А у нас люди не боятся тоже. В Сибири и в любой мороз В прорубь тоже прыгают. Такие же делают. Эти ордани, видите, креста там вырубают В проруби. Люди окунаются в память об этом событии. Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, Чтобы принять крещение от Иоанна. Иоанн хотел был отговорить его. Это мне нужно креститься у тебя. Зачем же ты пришел ко мне? Но Иисус ответил. Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину. Тогда Иоанн согласился. Как только Иисус крестился и вышел из воды, Раскрылись небеса. И он увидел Духа Божьего, Спускающегося в образе голубя И садящегося на него. И вот голос с неба говорящий. Это Сын мой возлюбленный. В нем мое благоволение. Служение Иоанна подтверждается После просьбы Иисуса крестить его. Иисус не нуждался в покаянии И крещения. Но он покорился, чтобы исполнить всю истину. Сразу после крещения Иисуса и Иоанна Голос с небес подтвердил божественность Иисуса. Здесь является вся Троица. Сразу. Этот день еще Богоявления называют. Заполнили? Заполнили? А у нас как крестят? Троицу погружению в воду. Троицу погружению в воду. Троицу погружению в воду. Правильно. Истина. В воде маленьких. У вас всех, наверное, в купели батюшка крестил. Ни одного нету, да? В взрослом, кто крестил. Совсем маленьких. Как у нас, батюшка. В ванну с водой. А мне вот посчастливилось Мы вот с дядей Володей Мы в озере крестились Правда в разные годы Крестились с ним А я в 96 году Больше всего человек По-моему 20 человек крестилось Может даже больше И что интересно было Пришли на озеро Небо в облаках Я все иду и думаю Смотрю Хоть бы лучик света И потом когда уже к крещению подходим И вот так облака раздвигаются И так вот прям оттуда Свет прорывается солнечный И когда вот много народу покрестилось Мы вышли и вода в кровь как вот окрасила С красным цветом Я сколько раз в лагерь ездила Я ни разу больше не видела Как в крови Христа крестились Говорят глины там красные Но я не знаю Я много лет ездила в лагерь Детишки плюхались Сколько раз купались И никогда не было красной воды Ты видел когда-нибудь там красную? Нет А в тот день прям красная вода была Красная настоящая Красного цвета Прям покрасилась Радость такая была Самый радостный день Когда встреча со Христом Когда человек отстает от прошлой жизни И поступает в общение с Богом Есть надежда на вечное спасение Что ты попадешь в Царствие Небесное А Царствие Небесное Следствие того Что ты уже здесь с Богом находишься Если ты сейчас уже любишь Господа Если ты сейчас любишь молиться Любишь в храм ходить То тогда это как следствие Что ты с любимым своим на небе окажешься Это уже итог твоей жизни А не так что ты вот Кое-как тут Хочу не хочу Мама привела За шкирку подняла Как мы сегодня вставали Не хочу не буду Если сам не встретишь Господа В своей жизни Не получишь Два вопроса Слушайте очень внимательно Так я к вам Ко всем отношу Вот бывает У человека болезнь Врачи исследуют А почему он заболел Каталось с горки Упало Мальчик с горки катился А там жестяная горка была И палец попал Ну не мог остановиться А палец так и оторвало Вырвало просто палец Причина какая Виноват Тот кто так плохо сделал А бывает так Что Никто не знает Заболел и все Вот главный колдун Там углу какой-то был Глоба или кто-то у него Все нормально Лопу Лаорта Вот Вот говорят там Левашов Это главный почти колдун был Точно так же Николай Левашов Внезапно умер Космическая энергия поразила Пишут Там все звания Там он с Рокфеллерами Обнимается Такий академик он Генерал Петров Константин Внезапно умирает Все вешает на Путина Путин отравил Потому что они против власти Ни при чем тут Может быть и не Путин Никто Бог назначил И вот Болезни Иные объясняют врачи А чего так Пил человек Срос в печени Курил У него Рак гортани Ну вот есть такая болезнь Когда душа болит Это называется Внутренний стресс Какой-то Психология Психия Это душа А бывает Бесноваться начинает Демон зашел В человека И человек Кричит Падает Пену пускает Рот разевает Закрыть не может Бьется об камни Написано там В Евангелии мы считаем Бился о камни И вот я получил Известие Я как будто бы У меня какая-то здесь Приемная Я эти просьбы Выношу теперь Перед Богом Я маленькие Такие вставочки Делаю Что Помолитесь Я обращаюсь К детям И мы вместе Помолимся Об этой душе Которая заболела И эту душу Повезли В Почаево И старцы сказали В нее вошел бес Девушка Представили фотографию Прекрасный вид Невеста 19 лет И стала бесноваться Просто бесновится А так нормально Все Все И никто не заметит Она учится Там в институте Где Звать ее Вот как зовут Анна Я ее зову Нюра Недавно узнал Чтобы вы Помолились Потому что Детская молитва Легче доходит Потому как Ну вы не знаете Той нашей заботы В которой мы живем Подозрения Как это Ну взрослый человек Более обуреваем Страстями Чем дети Поэтому Я знаю Куда обратиться К вам К моим помощникам Я уже не раз Обращался И Бог отвечает На вашу детскую молитву Чтобы эту душу Если можно То есть нужно Это Господь освободил Когда страдает тело Руку оторвало Там или что-то Это страдает тело А это душа У Иоанна Златоуста Был такой друг Стагири Там княжеский сын Пришел монахин Ну нормальный человек И вдруг утром встал В монастыре Объясноваться начал Ян Златоуст Говорит А как Он говорит Я спал И вижу Идет грязная свинья Черная Я не могу Рот никак закрыть Она прямо Ко мне в рот залезла И он встал Утром Давай биться Пена из него пошла И его водили К монахам Монастырям И везде И ничего не помогло Отсюда Второй случай О втором человеке Помолиться У меня очень хороший Друг появился Тоже больной Но больной телом Он нырнул в воду Когда ему было Уже 30 лет Взрослый мужчина Там бревно было Подплыло И как он головой ударился У него 7 позвонков Разлетелись И перерезали Потом этот столб У него нервы Он лежит парализован Так вот руки у него Только вытянут И одно плечо Маленько шевелится 12 лет уже лежит У него разное там Воткнутое в живот Там как отца Свои Там какие-то Микробы Нехорошие появляются Как он страдает Он такой работник На весь мир известный Пишет иконы Вот от плечо шевелится А рука лежит на мышке Она с плечом Вместе двигается у него На вытяжку Лежит на спине Я у него в этот раз был Батюшка к нему заезжал В Воронеже он живет Звать его Сергей Чтоб Бог дал ему сил Перенести А почему? Бог избирает человека А человек какую-то Работу делает И говорит Я бы сделал для Бога Да не могу Я занятый Что у меня семья У меня работа И вдруг Бог ему освобождает От всякой работы Ты будешь только для Бога Теперь работать Я так вот рассуждаю по себе Понятно что А выдержал бы я Или нет Вот беснование Я бы сейчас забесновался Или там лежал парализован И не знаю Я просто плачу У меня как-то Было Меня как ангел спас Вот потерявки Как-то один раз было такое Когда еще деревни не было А там рядом пастухи Они давали лошадь Чтобы воду привезти С разъезда А там большая такая труба была Ее пополам перепилили И получилось как бы Две для павильки А как Разрезали электроспорт Она вот такая вот А ну ровно А я ходил босиком Я босиком встал и стою И флягу наливаю И в это время конь дернул Мальчик ее не удержал А фляга стояла наверху Наверху на этом Ну телега-то вот так вот И она на этом вот И она прокинулась И упала И упала прям возле ноги Если бы она нога упала Мне бы вот это вот Отрубило сразу Потому что я стою Как на ноже И фляга прокинутая с водой 40 килограмм Сразу бы Она упала рядом Я по сегодня Еще содрогаюсь во сне Никого нигде нет Ни помощи Никакой И совершенно неожиданно Лошадь стояла Пауты ее кусали Она дернула Вот таких случаев У нас в жизни много Еще бывало И мы вспомним Я тоже мог бы быть Парализованный Тоже мог бесноватым быть Не так что бесноватый Это отвергнутый Богом Это не так Златоуст говорит Это люди Которые не знают Евангелие Бог допускает С верующим Это не случается 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 Что верующий умирает И погибает И на войне И везде Так просто люди Не знать Не будем спорить со Златоустом Святые отцы подтверждают Это Тем более Она причащается Девушка Православная Ездит Так Просто будь внимательная Я прошу Вот сейчас Мы коротко помолимся А потом Какой Да так до конца Будешь снимать Вы меня хорошо поняли Что Бог Если воле Его святое угодно Дал исцеление Сергею Исцеление И перенести Так сказать Все это Не возраптать Ваня Бодрствует Это так Господи Божий Наш Слава Тебе Велика Милость Твоя Благодарим Тебя За дивную Любовь Твою К роду Человеческому Ты и меня Нашел Когда-то Показал Свет Твой Дал Духом Святым Раскаяться Родиться Свыше И получить Силу В крещении Духом Святым Аллилуйя Я прошу Тебя Об этих Душах Сергея И Анне Будь Милостив К ним Если Есть На то Воля Твоя Святая Исцеление Пошли Крепость Сил Дабы Они Безропотно Донесли Этот крест Дарованный Тобою Твоя Голговская Жертва Покрывает Все Как ты Страдал На кресте За весь Род Человеческий Из-за Этих Деток Прими Из Души Эти Молитвы О чем Мы Рассуждали Ибо Апостол Павел Отвечал Перед Тобою За Себя Но Он Заботился Чтобы Быть Полезным Для Всех И Просил Чтобы Ходотайствовали О нем Дабы Господь Усмотрел О нас Нечто Лучшее И По Нашему Ходотайству Коснись Эти Души Помоги Им Все Это Перенести С Благодарностью Тебе Господи Слава Хвала Честь И Поклонение Отец Сын И Святой Дух Аминь Слава Божьей Божьей … … … … Песня. 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 Песня.